Всем привет, ребят! С вами интернет-ресурс Мегаобзор.ком. Сегодня в центре внимания новинка. Это сенсорная панель от компании Aircool, модель Touch 2100. Продажа стартовали не так давно. Сейчас она в России доступна за 4000 рублей. Я примерно 2-1,5 года назад тестировал модель CoolTouch E от этого же производителя. В панели интересное решение для того же занятия пустующие отсеки оптических приводов. Ну и давайте посмотрим, на что же способна Touch 2100. Выставляется она в компактной упаковке. Есть все необходимое для начала сборки и работы сразу после покупки. В комплекте есть винты, два сменных температурных датчика, дополнительные коннекторы на вентиляторы, наклейки для фиксации температурных датчиков, набор технической документации. Touch 2100 доступна только в черном исполнении корпуса. Учитывайте этот момент при выборе, собственно, самой панели, но и при выборе корпуса, если вы собираете новую систему. Хотя она будет, мне кажется, гармонично смотреться и на светлом корпусе. Связано это с тем, что лицевая сторона этой панели идет шлифованным покрытием, выполнена из алюминия, выглядит премиально, практически полностью занята она дисплеем. Его покрытие глянцевое, к сожалению, но со временем покрывается следами пальцев. Это LCD-матрица с диагональю 7 дюймов. Изображение остается разборчимой при изменении углов обзора. Сенсорный слой покрывает не полностью эту панель. Зоны в виде вертикальных полосок они видны, немного портят внешний вид. Одна зона для управления режимами и переключения вариантов подсветки. Две других управляют оборотами вентиляторов, а также сдают критическую температуру. Точность определения зон высокая, ложных срабатываний замечено не было. Под зоной дисплея находятся пара USB 3.0 разъемов и аудиоразъемы. Здесь же красуется логотип производителя и название модели. Aircool Touch 2100 поддерживает несколько цветов подсветки. Это красный, голубой, зеленый, синий, розовый, пурпурный и оранжевый. Переключаются они с помощью сенсорной кнопки. Предусмотрено ее полностью отключение. То есть ночное время, например, если у вас корпус находится на столе, можно отключить, чтобы она не мешала. На панели выводятся данные по пяти каналам. Включают они скорость оборотов, подключенных к панели вентиляторов, температуру по каждому из пяти датчиков и заданный лимит температур. Высота панели соответствует двум отсекам оптических приводов. Крепится она с помощью винтов. С внутренней стороны панели есть две печатные платы с несколькими кабелями. Для питания нужно подключить Molex. Для подключения вентиляторов доступно 4 трехпиновых штекера и 1 четырехпиновый. Для работы USB 3.0 нужно подключить кабель к колодке на материнской плате. Если у вас старая материнская плата, можно подключить USB 2.0. Интересно, здесь реализована система замера температуры. Она идет с помощью температурных датчиков. Пользователь сам выбирает актуальные компоненты и фиксирует температурные датчики с помощью скотча. Сборка и установка Touch 2100 не потребуют навыков и помощи специалистов. Из инструмента вам потребуется только крестовая тверка для жесткой фиксации панели в корпусе. После этого останется только подключить питание и кабели. Зафиксировать датчики. Датчики можно фиксировать как к чипам, например, к радиатору, тепловым трубкам. Я же рекомендую зафиксировать их на процессоре, на видеокарте, на силовых элементах платы, оперативной памяти и жестком диске. В завершение выбирается уровень аварийного предупреждения при достижении критических температур. И скорость управления каждой из пяти каналов на вентиляторы. При достижении этих порогов панель выводит звуковое уведомление. И выводит управление и оборот вентилятора на максимум. Сигнализация здесь звуковая. AirCool Touch 2100 эффектно и функциональное устройство, позволящее следить за температурой компонентов. Управлять вентиляторами и добавить два дополнительных USB 3-0 разъема. Если у вас пустуют два отсека для оптических приводов, эта панель будет полезна и интересна. С удовольствием обсужу с вами Touch 2100 в комментариях, ребят. Подписывайтесь на наш канал, передачем много-много интересного. Всем спасибо и пока-пока.